Привет, дорогая, меня зовут Даша, и сегодня традиционно я рассказываю про читанное с дай января своё мнение, своё млечное мнение об этих книгах. И начну я с Данцовой. Книгу эту я прочла по совету. Книга называется «Я очень хочу жить. Мой личный опыт». Дело в том, что в определенный период своей жизни Данцова принесла онкологическое заболевание, успешно, слава Татья Господи, вылечилась. Я прошла через несколько операций, в этой книге она рассказывает о своём опыте. Сразу хочу подметить, что в ранее выпущенной автобиографии «Записки безумной оптимистки» та же самая история приводится в одной главе. Однако я это ни в коем случае не ставлю в укор этой книге, в недостаток. Недостатков у этой книги нет, одни достоинства. И сразу скажу о различиях. Всё-таки эта книга посвящена жизнеописанию Дарьи Аркадьевны, начиная от её истории рода и заканчивая нынешним днём. Это она всё-таки, ну, название говорит само за себя. Она учит, но обо всём по порядку. Это книга надежды. Это книга веры в себя. Это книга, призывающая к тому, что верить всё будет хорошо и всё будет хорошо. Она, хоть определённая часть книги и повторяется, но я была, например, рада перечитать знакомые строки. И потом это немножко подаётся в другом ключе. «Записка безумно оптимистки». Книга дышит оптимизмом и заражает этим читателя. А «Я хочу жить» она заражает читателям твёрдой верой в то, что всё будет хорошо. Очень мне нравится в этой книге, что Танцёва развенчивает два мифа. Это миф о том, что рак неизлечим и это смертельная болезнь. И второй миф о том, что все врачи в России йоды. Конечно, этот миф очень сильно устоялся в нашем обществе, в нашем социуме. Если выйти на улицу и спросить первого попавшегося человека мнение о врачах, если человек не окажется работником здравого хранения, в театре его отзыв будет лестным. Однако Танцёва говорит о том, что всё-таки врачи бывают профессиональными, добрыми, воспитанными, сочувствующими своим больным людьми, что не надо всех под одну к ребёнку. Очень мне нравится, что Дарья Аркадина пропагандирует спорт не просто как способ сохранить фигуру или создать её, а как способ сохранить красоту, а именно как метод, как можно дальше отдалить от себя старость, приближение её. И она говорит о том, что если заниматься тренировками регулярно, когда старость всё-таки наступит, она не будет ни дряхлой, ни уродливой. Ещё мне очень безумно нравится, что она твёрдо верит и убеждает в этом своего читателя, что страх, печаль, депрессии, они губят всё живое, а юмор и смех способны даже на воскрешение. Очень... Но что мне больше всего понравилось. Существует ума психологических книг, которые написаны профессиональными психологами о том, как привести тяжёлые болезни, ну, в том числе и онкологию, но при этом они как-то обходят стороной их близких и родных. Дарья Аркадьевна не игнорирует этот вопрос, она говорит и о том, как нужно вести себя, если твой близкий или родной человек, недобор, конечно, болен. Так что эта книга, она сама доктор, она сама надежда. Ну и раз уж мы начали говорить о Дванцовой, прочла я у неё «Ночной кошмар железного любовника», где она пишет уже в своём обычном амплуае, иронического детектива. Здесь главная героиня Виола Тараканова книга мне не понравилась тем, что как себя повёл один из главных героев и о том, как отреагировал главная героиня на его этот поступок. Очень нереалистично, видимо, писательница пыталась повернуть шок с его читателем. В негативном плане ей это удалось. В остальном же книга хороша, как всегда здесь юмор, много животных, и, разумеется, всё это вокруг какого-то детективного орёла. Далее я перейду к Мэйли Стюарт, я продолжаю читать её книги из эпопеи, посвящённая Мэрилину и королю Артуру. Далее мы любим и мы крапивим, но как без него. Я хочу рассказать о повести «Болтик». «Болтик» — это небольшая маленькая повесть у мальчика с прекрасным голосом, который поёт, на самом деле, который считает себя последним трусом, но забывает при этом, что храбрость — это не есть отсутствие страха, это есть преодоление его. И он всё время его преодолевает, тем самым доказывая себе, что он всё-таки не такой, что с какого он думал. Очень интересное и попытное представление. Рекомендую. И я прочитала «Рыцарь прозрачного кота». Это такая сказка. Там близнецы, девочка и мальчик, Лёша и Даша, моя деска, обнаруживают, что рядом с их домом находится волшебная сказочная страна Астралия. Описывается очень много приключений, сказочных, это парочки и их друзей. Также я прочитала книгу из недавно поступивших в мою коллекцию, книги «Карвеллы». Рекомендую написывая своё собственное детство, очень положительная повесть, она о школьниках послевоенного периода. Очень положительная вещичка. И заканчивается она так... У меня прям слёзы глазам поступили, хотя бы... Внимание, спойлер. Поматывай. Концовка не грузная. И в этой же книге есть небольшая повесть, называется... Ну... Почти рассказик. Такая мини-мини-повесть. Мой друг Форик или опаляющая страсть к киноискусству. На самом деле, когда я её начала читать, я узнала знакомые мне строки. Это одна из глав автобиографии Крапивина. Но я была рада их перечитать, все эти строки. Как можно понять из слов «выше»? Это повесть о детстве Крапивина. И непосредственно в ней он рассказывает именно о своих друзьях, об их обоюдной любви к кино. Именно как в плане пойти в кино. А не вот как мы сейчас смотрим дома, там на компьютере, на телевизоре. Есть юморные ситуации, там он написан. Есть ситуации, где хочется просто запрыгнуть в книгу и... помочь. Главным героям. Да, очень позитивно. И под влиянием видео... видеоблогера, прошу прощения за тавтологию Илоны, Я прочитала аж целых две книги Нестеровой Натальи. Обожаю ее. Обратный ход часов. Это, в принципе, такая немножко мистическая история, где человек употребляет молодильное средство и молодеет на глазах. Очень поучительная книга. должна сказать, каждый для себя какой-то урок извлечет. Знает фильм Бенджамин... Прости, я забыла. Но там этот процесс омоложения проходил как бы естественным путем, если это вообще можно назвать естественным путем. То есть он родился стариком и постепенно молодел, 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 молодел. Здесь по-другому человек употребляет искусственно созданное молодильное средство и молодеет, 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 молодеет. Несмотря на то, что как я сказала, это мистика, каждый человек извлечет для себя немало уроков жизненных. И в этой же книге есть небольшая повесть, называется «Избирание для Евы». Вот, видишь? Здесь уже точно мистика, фэнтези до кучи. Существует некая семья, я так поняла, чародив, но там, я так поняла, передается все по женской линии. То есть там только женщины-чародейки, по чародейки, конкретной волшебнице, способны телепортироваться, путешествовать во времени, менять свой внешний вид по мгновению, просто вот так вот, читать мысли, да все, что угодно. Однако есть одно «Но». Когда женщина забелеменевает, постепенно, постепенно от нее начинают уходить вот эти волшебные силы. И в результате она может достать только одну волшебную возможность. Эта повесть полна жизненных уроков и делала не в выборе какой-то определенной волшебной возможности, а видишь ли, главная героиня задается вопросом, за что женщине ее вот эта участь, что муж начинает воспринимать как должное самое лучшее ее качество, за которое когда-то ее полюбил, то же самое с детьми, изменяет, недооценивает, оскорбляет, желая и не желая этого. И для себя главная героиня решает этот вопрос, она на него сама же и отвечает, сама же на себе его и задала. И когда я читала эту мини-повесть в самый первый раз, мне не терпелось добраться до концовки, узнать, да что же, что же, что же, как, вообще, что, как, почему. В общем, несмотря на то, как огромный, несмотря на то, каким мистическим ареонам я окружила сюжет этой повести, хочу заметить, что мысли и мысли менталитет главной героини Евы, он достаточно он очень знаком каждой девушке, каждой женщине, даже каждой девочке. Очень интересное повествование. Еще одна книга Нестер Вейса, любимница, которую я хочу тебе показать, это «Точки над Ём». Эта книга является одной из моих фавориток книг этой чудесной писательницы именно за то, что она здесь преподает русский язык так, что читая книгу, ты сама этого не замечая усваиваешь русский язык. Это не выглядит навязчивым, это не выглядит скучным, занудным, это наоборот очень, очень интересно, и я узнала, например, многого любопытного для себя, и это одна из моих самых любимейших книг из-под пиранией Нестеровой. Ну, вроде все, я с тобой прощаюсь, и я тебе желаю удачных книжных приобретений и чтений, и вообще удачных книг тебе. Пока!